Девушки отдыхают Они повыступают, они чуть-чуть нас поставят в известность, доведут и научат, как бороться с нынешней властью, которая не слышит Донбасс, не видит его и не хочет понимать. Вроде бы, ну такие незначительные события, ну прошли ребята с автоматами в балаклавах, но тревога сразу же закрала сердца, потому что человек с оружием это уже очень страшно. На момент начала этих событий изгородило, когда к нас пришли якобы освобождать освободители. Все это выглядело невинно, но с каждым днем это все переходило в более серьезные и страшные события. Говорить можно было только о том, что мы за Новороссию, говорить можно было только о том, что Россия это наш братский сосед, Несмотря на то, что мы уже сознавали, что этот сосед к нам идет с оружием и ведет к нам своих боевиков в виде ДНР, ополченцев, как их там можно еще назвать. Немножко позже, после городела, это дня через два, через три, мы уже начали замечать движения военных, вооруженных по городу. Дальше начали события развиваться еще страшнее. Когда в Краматорске боевикам удалось с помощью мирных жителей, ну мирных жителей, которые не поддерживали Украину, заблокировать технику. Когда военные, их можно понять, они не поехали, не начали давить этих людей гражданских, находящихся перед ними. Но это просто еще раз показало человечность и порядочность нашего украинского народа, не только народа, а именно военнослужащих. Их когда окружили, им пришлось сдать часть бронетехники. Выстрел получился прямо на середину перекрестка, огромная воронка в пределах метра, Нона опускается вниз, глохнет, выходят военные, смеются, рассматривают воронку, мотоциклист с автоматом, потом мотоциклист с автоматом уезжает, приезжает КАМАЗ, берет на буксир эту Нону, чуть не сломав первый столб возле автомастерской, щеномонтаж, они ее таскивают в сторону больницы Ленина. И мужчина с велосипеда кричит быстренько, уходите прячьтесь, они разворачивают Нону, им дали команду, они сейчас будут стрелять в эту сторону. То есть создавалась видимость, они накрывают город якобы со стороны Северного, там где были расположены наши части в районе Никольского и Христыща, со стороны Изюма. И нужно показать, что расстреляла украинская армия и произвести несколько выстрелов со стороны города, якобы ополченцы отбиваются от атак. Они делают выстрелы, накрывают выше дома по улице Шевченко перед церковью, повредили там человеку, пробили крышу, по посадке выстрелы. Ну мы конечно успели спрятаться, на этом в этот день события закончились. Они с разницей в одну неделю производят опять залпы по улице Белорусской и Ботанической. Это пострадала тогда Попова, журналист по-моему Сата или хозяйка Сата, это Левита. Вообще тогда пострадало очень много людей и сейчас даже на улице Белорусской есть дом, которому не может приступить к ремонту хозяин, потому что его настолько разрушили, изуродовали, что это кошмар. Понимаете, в душе накладывается и возникает только один вопрос. Зачем? Зачем такой ценой? Зачем эта показуха? Ну хотите воевать, воевайте, воюйте. Ну хотите что-то отстаивать, отстаивайте. Но можно это же отстаивать без оружия. Ведь 21 век, кому нужна эта война и что эта война принесла? Возле больницы Ленина построили блокпост сепаратистский. Этот блокпост нельзя было пройти в открытую с включенным мобильным телефоном. Ну слава богу не расстреливали, но предупреждали его отключать. Была руководитель блокпоста, как это ни странно, женщина. Женщина метр восемьдесят, метр девяносто ростом, крупная, крепкая. Она командовала, она руководила, она просила и обращалась к людям проходящим, чтобы оказывали помощь ДНРовцам. И были развешаны плакатики на их баррикадах. И было написано, уважаемые горожане, помогите, пожалуйста, своим защитникам. Помогите на кофе и на сигареты. Вы понимаете, удивляло то, что не помогите на хлеб, не помогите на покушать. Помогите на кофе и на сигареты. Так вот, однажды попав в магазин Овоську, я видел эту женщину воочию в магазине. Эта женщина покупала три приличных где-то по грамм четыреста балыка красной рыбы. И, по-моему, стыл пиво с такими металлическими отстежками. Понимаете, когда люди воюют, здесь не до балыка и не до рыбы. Это уже, понимаете, должно давать людям понять, что это была за война. Были мы очевидцами, когда из нашего района, со стороны, это на моих глазах. Я тогда был потрясен, до сих пор никто не подсказал, никто не сказал, кто это был и кто мог это сделать. Подъезжает черный джип, въезжает со стороны улицы 1 мая со спины Тараса Григорьевича. Въезжает из джипа, достают миномет. Ребята не в балаклавах, лица открыты, но в униформе защитной. Ставят миномет и производят три выстрела навесных по блокпосту возле больницы Ленина. Тогда они взорвали на блокпосту, поставили мусорную машину старого образца ГАЗ-52. Снаряды попали точно в баллоны газовые на машину. Но, слава богу, баллоны не разорвались, а машины у кузов разнесло. Пострадали тогда мужчина и женщина на велосипедах к больнице Ленина. Ехали в тяжелом состоянии, был мужчина. Перед тем, как уходить ополченцам, когда уже наша украинская армия начала их теснить и выдавливать из города, весь город блокировали, обложили, они уже начали рьяно вести себя, сепаратисты, настолько, ну, как говорят, рушить, рушить и показывать, что это рушит украинская армия. Они произвели выстрелы со стороны Северного, накрыли район улицы Ленина, паспортного стола. Тогда многие непонимающие люди доказывали, что это выстрелы были произведены из района Карачуна. Я хочу вам пояснить, не говорю, что я такой большой ДОКа, но снаряды, как еврейский автомат под прямым углом 90 градусов еще не научились отправлять. Еще что потрясло в момент этих боевых действий, это гибель нашего самолета Ан-24. Тогда этот самолет разведчик, ну, наши СМИ почему-то подавали, что это он просто пролетал с гуманитарной помощью, не буду я кривить душой, этот самолет с гуманитарной помощью кружил часа полтора над Славянском. И круги, конечно, были очень большие, понятно было, что самолет делал разведывательную свою работу, разведанные собирал. И при одном из пролетов этот самолет возвращается, как бы, из района Северного и летит в сторону Машмета, потом разворачивается по кругу и идет оттуда. И находясь где-то уже в районе, как бы, над озерами нашего курорта, вслед ему летит снаряд ПЗРК. Очень хорошо было видно, я это наблюдал, у меня был бинокль, ну, бинокль, прятал бинокль, но все равно пытался, ну, будучи уверенным, что якобы меня не заметят, я в бинокле это все просматривал. Испугались страшно, потому что снаряд этот, первая это ПЗРК, она без малого не достала этот на самолет Ан-24. Он опять начинает кружить, я уже возмущаюсь, супруга тоже, соседи. Он кружит и буквально через несколько минут этим же маршрутом, когда он возвращается со стороны города в сторону курортских озер, следующий снаряд летит и он пробивает правый мотор на наших глазах. Я попытался снимать на мобилку, но разрешения мобилки не хватило, чтобы заснять, ничего не получилось в пятно. Страшно было видеть, когда загорел этот самолет. Но в тот же самый момент, когда мы, как говорят, обливались слезами, мы слышали, как возле 20-го магазина кричали «Ура!». Четвертого числа вечером, ночью все затихло. Мы впервые всю ночь проспали спокойно, не убегая, не прячась в подвале, не сидя часами в подвалах. Пятого числа где-то часов до трех, нет, вру, часов до 12, было тихо, спокойно, только по улицам быстрые были проезды, мотоциклы, легковые машины. Мы уже почувствовали, увидели, что ополченцы бегут. Расслабились. Но в два часа началась такая артиллерийская канонада. Сепаратисты били из района Целинки и от блокпоста по возле церкви, а наши подходили со стороны Целинки сверхатком Бекормова. Перестрелка была такая, мы с женой насчитали 76 взрывов. Било настолько близко и рядом, что ужас. И вдруг где-то часа в два пошла волна, не крики ура, а автоматные очереди близки. Атака, именно уже пехоты, уже не боевые артиллерийские снаряды, а просто пехота. И они пошли ближе, 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 стрельба и затихли. И все. С этого момента и на дальнейшем мы поняли, что для нас война и время ДНРовцев и сепаратистов, по крайней мере в нашем городе, закончилось. Город вздохнул. Но он вздохнул от отсутствия войны. Но от сепаратизма, от бытового или какого бы то ни было, он не вздохнул до сих пор. Война продолжается. Редактор субтитров А.Семкин